Класс пожара небезпеки у лесах снизился, а вось погроза заражения караедом застаётся актуальной. Жучок да ужинёй у некольки миллиметров безлитосно изнищая сосновые насаджэнни. Пашкоджанная древа вылучается жёлтой кроной. Яго не тяжко зауважить, однако в этот час злочинца с новым семейством уже опрацовывая сосны. Лесникам приходится бороться с караедом на опереджанне. Разом с сухими древами вырубцы подлягают и те, что знаходятся навокал. Больше подробязно в нашем наступном сюжете. Шкодный жук нападает на вершиню древа и перекрывает доступ вильгати до кроны. На это сходят, прикладно, 3-4 тыдни. Только тогда начинают проявляться видовошные предметы наявности караеда. Однако за этот час он успевает обзавестись потомством и переселиться на новое древо. На ветке внешних признаков какого-то повреждения абсолютно нет никаких. Она еще зеленая, но смотрите, что мы видим на веточках, на стволах. Уже оно повреждено, уже караед там присутствует, он уже ведет свою жизнедеятельность. То есть это дерево еще внешне не имея признаков, оно уже поражено, заражено. Шустрый жук на сам реше вельми маленький, однако шкода наносит не меньше залезный пожар. Практично один и метод боротьбы с ним – вырубка сухих древ, спальвание посеченных решетков и уборка дровнин из леса. На сегодняшний день на учет поставлено более 12 тысяч гектаров сплошных санитарных рубок, которые необходимо разработать, вырубить древесину. Нашими лесхозами разработано порядка уже 9,5 тысяч сплошных санитарных рубок, это с начала года этого. Работают все лесхозы, во всех лесхозах наблюдается усыхание, особенно это усыхание наблюдается в южных регионах. В этом году активность караеды также очень высокая. При феромонном мониторинге, мы проводили по первому поколению, в ловушках наблюдается до 9 тысяч жука за декаду. Чтобы было понятно, максимальный критерий, который уже угрожающая численность – это 3 тысячи. Караед может давать от двух до трех поколений у насчатков, и кожный он покидая на старом древе. Сам шукует новое место для дальнейшей житодейности и размножения. Для того, как позбавиться от шкодника, необходимо вырубать так само и свежезаселенные древы, которые на першопогляд здоровые. Под корой кожной рослины, с которой працуются лесники, иснуют тысячи ходов караедов. Спынить жука и заховать сосну – такая задача стоит сегодня перед глазами региона. Евгения Кухаронок, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Телерадоя, компания «Гомель».